У ребят конструктивный пирог состоит из... То, соответственно, вы должны положить некую прокладочку. Это дальше все зашьется, и ты в жизни никогда об этом не узнаешь. А когда еще за это платишь деньги? Они хотели построить хороший дом. Исполнение, оно чуть-чуть, нет, не подкачало. Здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, дьявол в мелочах. Как за 7 миллионов? Нет, конечно же. Друзья, добрый день, я Андрей Артемов. Сейчас я нахожусь в 50 примерно километрах от Санкт-Петербурга. Точку отчета я взял от торгового комплекса галерея. Место называется лес и пляж. Конечно, первое, это очень здорово. Я слышу пение птицы, меня просто, друзья, это радует. Но шума дороги. И сегодня, кстати, воскресенье, 23 число. И видите, обратите внимание, какое идет количество машин в Будине. Я полагаю, этих машин на порядок больше. Но смотрите сюда. Здесь застройщик сделал настоящее озеро. Очень красиво все оформлено. Деревья выложены камушками. Здесь, соответственно, камушки. Но мы с вами пройдем в сам поселок вовнутрь и посмотрим. Обратите внимание, какие большие елки посадил. Можно Новый год встречать, игрушки украшать. Вот здесь, похоже, живут строители. Закрытая территория обещает нам застройщик. И я сейчас вам хочу показать декоративные элементы. Вот эта стена, это для того, чтобы вас не мучил и не раздражал звук от проезжающих машин. Вот эта сетка. И здесь, смотрите, внизу обычные камни. А здесь, соответственно, напилены деревья. Смотрится, друзья, очень-очень круто. Дома, которую предлагает застройщик построить и вам, соответственно, приобрести. Это каркасные дома. Мы видим с вами территорию, видим подстанцию. Дорога пока вот здесь вот такая. Не знаю, будет здесь асфальт или нет. Но на данный момент это обычная дорога. Более-менее ровная и некошенная трава с какими-то желтыми цветочками. Да, конечно, сегодня погода не та, которую бы хотелось видеть. Целую неделю практически идут ливни. Видим сверху пароветрозащиту. Сейчас подойдем ближе и посмотрим на этот каркасный дом. Вот так у нас валяется стройматериал. Все, конечно, по технологии закрыто, чтобы не попадала влага. Эти же дома на продажу. И поэтому можно вот так все разбросать. Давайте смотреть. Вот пароизоляция. Брусок. Сороковка, да, 40 на 40 брус на обычных гвоздях. Да, обычный гвоздь. Но вот понимаем, да, когда дерево, соответственно, высыхает, то шляпки гвоздей могут даже выходить. Кстати, отмечу, что здесь хороший бетон. Он, видите, такой светлого-светлого цвета, а не темного. Здесь выполнена гидроизоляция. Обычная мастика. При этом... Так, вот здесь-то есть. Вот здесь я вижу отсечный гидроизоляция. А, вот здесь она тоже есть. Вот они ее только обрезали. Входная группа. Здесь у нас все сделано на уголках. Вот если обратить внимание, видим, уже шляпка гвоздя немножечко выходит. Конструкция держится крепко. Вообще нет никакой вибрации. Все ровненько. Шаг. Шаг сколько у нас? 10, 20, 30. Да, 60 сантиметров примерно. Шаг 60 сантиметров. Утеплитель. Да. Здесь нормальной плотности должен быть утеплитель, чтобы было в этих домах тепло. Но мы видим то, что есть. Давайте посмотрим, что у нас от ноты. Вот, видите, да. Есть специальный дорогой дорожный крепеж, который очень редко найти, который нормально держит и не выходит. Но вот здесь видно, видите, то ли не добили, то ли уже от того, что доска подсохла, повыходила. Но сам по себе дом, конечно, достаточно будет смотреться в дальнейшем, когда будет все сделано красиво. А вот, кстати, и крепеж, друзья. Вот такие шурупы, саморезы, вот такие гвозди. Просто обычный гвоздь, сотка. И обычные пластины из магазина. Вот у нас вот такие еще гвозди применяет застройщик, скобы. Ну, сделано недорого. То есть не скажу, что это сделано как-то плохо, но хорошего я бы так себе лично бы не делал. А когда еще за это платишь деньги, возникают вопросы. Вот сейчас давайте вот сюда пройдем. Смотрите, какой здесь красивый. Здесь уже виден фасад, видно остекление. И вот нам нужно пройти сюда. Соответственно, для этого нужно будет выйти из этого дома и пройти. А вот здесь можно посмотреть, как застройщик хочет, чтобы выглядел его поселок. То есть вот такие интересные, красивые дома в стиле барнхаус. Возможность жить в доме, а возможность передать в управление для сдачи недвижимости в аренду. Ну, у меня, конечно, вопрос, кто вот здесь будет брать в аренду. Да, там на сутки, может быть, приехать, там шашлык поесть, да, но не больше. Личное участие не требуется. Хорошо, городские, так, оселок, подведенная электроэнергия, городского водопровода, канализация, а также высокоскоростной интернет. Блага цивилизации, конечно, все это очень здорово, но не забываем, что за воду, канализацию вам придется дополнительно платить. Если бы я себе, друзья, делал бы каркасный дом, то я бы однозначно для пластин применял бы и якорный крепеж. Просто возьмите и загуглите, и вы поймете разницу от гвоздей сутка, которых мы, кстати, с вами мирили. Но большое спасибо, хоть они и оцинкованные. Канализация, видно электричество. Ну, смотрится, конечно, очень красиво сделано. Очень красиво. Чтобы дорога стояла в воде, здесь этого нет. При этом уже неделю, друзья, идут ливни. Вот здесь мы можем посмотреть фундамент. Видно, что идет обсыпка по периметру гравием. Выводы канализации. Причем видно, что их несколько точек забора воды. Плиту мы видим невысокое. Что там внутри, я, честно говоря, не знаю. Ну, кстати, по лужам видно, что она практически вся ровная. Тут не так придется много сделать усилий, для того, чтобы она была практически идеальна. Стоят заглушки. Вот у нас канализация. Это, соответственно, у нас выводы, скорее всего, вода. Вот там за этим домом, домом, который мы с вами смотрели. Ну, конечно, так стройматериал не положено оставлять. Если кто-то не знает, то это все должны, соответственно, закрывать. Вот здесь видно, что застройщик подготовил направляющие. Причем, обратите внимание, тут сэндвич панели. Внутри вот такой утеплитель. Пластины на обычный цинкованный гвоздь. Да, конечно, держится крепко, но не забываем, что это натуральный материал. Это дерево. Оно, соответственно, то набирает влагу, то, соответственно, насохнет. И поэтому гвозди просто могут выходить. Ну, тут аналогичная ситуация с деревом. Это, я понимаю, как раз стойки. Видите, они клееные. Вот тут есть документация. Ну-ка, вытащим. Вытащим. Модульный лист. Длина, ах, общая сумма 3 302. А, это по объему куба. Жалко, нет, цены было просто интересно. Ну да, вот видите, конечно, здорово. Здесь уже наделали кучу заготовок. Ну, конечно, то, что они неделю лежат под дождем или вот такие трещины, ну, в изделии. Ну, мне бы не хотелось, чтобы у меня был такой дом. Здесь мы увидим обычные, друзья, саморезы. Это обычные, друзья, дома на продажу. А, это же межвенцевой утеплитель. Вот что они прокладывают. Блин, ну, он тонюсенький, конечно. Кстати, вот здесь можно увидеть, что на фундаменте строители сделали уже обвязку. То есть на анкерной системе трепется к фундаменту. Для гидроизоляции вот они сделали отсечку. Технониколь, скорее всего, да. И, кстати, по цвету древесины я понимаю, что она уже обработана каким-то составом. Возможно, что-то вот спрятано здесь, не буду открывать, потому что мне сказали, что я тут все испортил. Вот, если посмотрите, видно, да, вот сейчас подойду. Ну, обратите внимание, друзья, что количество идет определенных подкладок. То есть они сделали плиту, но плита, вот она, провисает. То есть там практически ноль, а здесь, смотрите, уже тут 3-4 сантиметра пошло. Хороший фундамент, но почему-то эта плита не утеплена хотя бы по периметру. Порная доска – это доска, которая передает нагрузку всего дома на, собственно, фундамент. Таким образом мы… То есть плита, она у нас работает… Сейчас, Ренат, извините, то есть если я правильно понял, то есть сама плита без утепления, а утеплителем является вот эта подложка, да, на которой попурчатая штука, вы сказали, лежит. Ну, как бы да, мост холода отсекается, то есть плита работает с землей. Вам же главное, чтобы тепло через плиту не заходило в землю и не починились грунты. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну, это чего это делается? Чтобы и отсюда тепло не выходило, а оттуда холод не шел. А, подождите, если, получается, утеплитель там не положить, то из-за тепла дома грунт будет пучить, и дом начнет по сторонам ходить, да? Да, ну да, фундамент начнет, как бы, ну, короче, я вам технологию все объясню, это, ну, такое, по телефону тяжело, надо смотреть картинки, разрезы, и, ну, для первого понимания, значит, тепла у нас, плита у нас базовая идет без утепления, потому что нет смысла ее по бокам утеплять. С УШП какая проблема? Приходят строители, начинают все это дело строить, и частенько просто они ломают то, что там заложено в монолитии. За счет своих строительных бригад? Ну, просто мы сталкивались с этим, и по деньгам это, ну, дороже получается. То есть там никакой экономии нет, когда ты используешь УШП, вообще ее там нет. Ну, мы просто делаем плиту, на плиту ставим дом. Компании Сайвы Делопмент удалось добиться низкой цены. Вот, видите, там, я не знаю, охранник строителя, а я у него спросил разрешение пройти к этому дому, он сказал, да, конечно, пройдите, там все открыто. Сейчас зайдем, друзья, и посмотрим. А, какие красивые облака. Сейчас, чувствую, полет, и останусь на какое-то время в этом доме. А вот это, похоже, и тайная тропа. О чем написал застройщик, что есть дорога для всех жителей, гостей к Ладожскому озеру. Вот она, друзья, вот это сделано, но здесь закрыто сейчас шлагбаумом. Давайте смотреть. Например, вот внешне я скажу, что мне очень нравится. Дом смотрится очень стильно и очень красиво, даже не считая на то, что он сделан на продажу недорого. Смотрится стильно. Вот это красавцы, то есть сделали достаточно интересно. Давайте пойдем смотреть его начали снаружи, потом, соответственно, изнутри. Лиственница. Нам было сказано, что будет лиственница, но, друзья, это сосна. Я лиственницы здесь не вижу. Рейка, контррейка. На ней, соответственно, у нас прибит, просверлено вот на саморезы. Смотришь на любой фасад издалека, тебе кажется, а, вау, как здорово, классно. А потом подходишь ближе, и вот начинаешь смотреть, обращать внимание на эти мелочи, думаешь, блин, да. Издалека-то лучше смоешься, чем близко. Лучше не подходить. Окна, заглушки. Даже шумоизоляция есть. Металл. Слушайте, сделано крепко. Примыкание тоже все неплохо. Тут плитами тоже хорошо сделали. Вот, вот так, ну, так открывается красиво. Ну, вот для меня, например, первый вопрос. Здесь с отводом воды. Я понимаю, что, возможно, здесь какие-то поставят трубы для того, чтобы вода просто уходила, потому что свес конька должен быть на порядок больше, потому что это северо-запад, и здесь дожди, это норма. Здесь постоянно большое количество влаги. Здесь мы с вами, друзья, видим... Здравствуйте. Утеплитель. А что за утеплитель? Технониколе, да? Да, от производителя, наверное, технониколь. Сейчас посмотрим поближе. Ребята помогают. Парок Экстра. Фирма Парок. Это одна из... Один из лучших утеплителей на самом деле. 600 на метр двадцать. То есть 6 сантиметров. Нет. А, нет, все, 50, вот полташка, все. Вот она гидроизоляция. Такая полустертая. Вход же только здесь, да? Нет, там тоже есть. Можно здесь, да, зайти? Вот у нас здесь будет порог, я так понимаю. Слушайте, кстати, вопрос, что будет? Почему свист конька его практически нет? Он в ноль. Здесь будет? Как-то трубы идти, чтобы влага уходила? Дождевая вода? Нет, дождевая вода... А, просто вот так вниз идет и все. Нет, он через труба идет. Вот на эту, по-моему, на дренаж. Он там, он дренаж. Через труба на дренаж идет. Он там, конек, у тебя там. А, там конек, и там есть куда уходит. То есть вот так сделано. Слушайте, да, интересно. Слушайте, издалека смотрится очень красиво. А вот это у нас что за материал? Это... ЦСП. ЦСП. Окрашенное. А, ну вот оно, да. Да, вот оно. Вот здесь вентиляция хорошая. Вот это здорово. Заходим в дом, плитка, комнаты, кухня. Слушайте, ну вот здесь, конечно, очень классный, просто сказал бы, офигенный вид. Это называется, друзья, второй свет. Это зона кухни-гостиной. Вот он, кстати, утеплитель. Пароизоляция. Рекомендации по монтажу. А, тут алюминиевый профиль, да, идет. Сразу обращаю внимание, что установлено на скобы. Вот это правильно и здорово. Двухкамерный стеклопакет. Здесь вообще вот не слышно шума дороги. Есть стены, гипсокартон. Внутри проходит, соответственно, вся электрика. Тоже хорошее решение. 60, да, частота стоек? Между ними 60 сантиметров? Да, да. 60... А, да, вот. 60 сантиметров между стоек. Металл крепится у нас вот на эти штуки. И на обычных черных саморезах. Гипсокартон от производителя КНАУФ. Здесь двухслойный гипсокартон. Ну, я... Это тоже есть. Вот здесь я вижу, здесь на фонере он. ОСБшка, да. И, соответственно, а здесь просто у нас... Вот я один слой только вижу. Где второй? Тут один. Нет, это внутреннее. Ну, здесь я понимаю, что кухня. Здесь, наверное, скорее всего, что-то будет вишать. Поэтому сделали закладные. Давайте с вами поднимемся на второй этаж. Ступеней нет. Но мы можем аккуратно, друзья, подняться. Слушайте, очень круто. Винтовая лестница. Она, соответственно, занимает минимум места в вашем новом доме. Окна. Слушайте, очень классно. О, какой дождик хороший пошел. Вот они, маты утеплителя. Надо, кстати, посмотреть, какая там плотность. Здесь у нас уже начали отделку. Так, это у нас что? Подложка, да? Да, подложка. Вот такой застройщик применяет. Система отопления. Иллюминат. Слушайте, он прикольный цвет. Но, знаете, такое ощущение, когда идешь, что он ходит, вибрирует. Окна. Сосна. Вот если бы, кстати, здесь что-то текло, то это было бы, друзья, видно. Здесь не видно нигде, что протекает. Вон, видите, как хорошо дождь пошел. И вот эти два окна дают достаточное количество света, хотя сейчас идет вот хороший такой дождь, такой полумрак. Идет дождик, но при этом тихо. Нет никаких посторонних звуков. Вот он, друзья, второй свет. Я, кстати, тоже себе хочу дома и тоже хочу со вторым светом, потому что это круто и современно. Здесь можно стоять и кричать. Жена тебе кричит, дай соли, ты кидаешь прямо туда вниз. Главное, чтобы поймала. Вот строители улыбаются. Розеточные группы. Вот видите, здесь мата немного не доложили. То есть, а здесь, получается, кровлю утепляете в два слоя, да, идут утеплить? 20 сантиметров. 20 сантиметров пирог. 20 сантиметров. Это десятка здесь? Здесь, то есть, два мата туда кладете. Вот видите, как написано. После установки верхнего полотнища защитную ленту удалять после установки верхнего полотнища. Контррейка. И на ней, соответственно, будет дальше крепление. Так. А, вот они сделали, видите, маяки. И, соответственно, здесь что, гипсокартон, да, будет дальше в дальнейшем? И в дальнейшем будет гипсокартон. А этот дом уже приобрели, я так понимаю, поэтому и строите. Не знаю. Идем аккуратно вниз. Потому что если тут навернешься, то, как говорится, мало не покажется. Я как кузнечик тут прыгаю. Чтобы вам, друзья, показать все прелести этого дома на продажу. Сделаю деревянные, скорее всего, здесь ступени. Чтобы они такие в эко-стиле были. А, вот они. Дерево, да? А, металлические, да, ступени? Нет, нет, деревянные, лакированные. Слушайте, круто. О, вот это закрома родины. Так, что у нас здесь мы видим? Фильтр. Здесь мы видим разводку системы отопления, водоснабжения. Маленький насосик стоит. Бойлер. Это электронагреватель. Это у нас для того, чтобы равномерное было давление. Вот у нас эти розеточная группа. Ой, не розеточная, а группа автоматов, электрики. Все подписано. Все одинаковые. Общий санузел, санузел, холл, спальня. Ну, да, друзья, все можно посмотреть. Вот такой щиток. Вот здесь у нас тоже закрома родины. Мы видим металлический профиль. УСБ и гипсокартон. Восьмерка, да? 0,9. Пароизоляция. И дальше за пену у них заведена пленка. Пароизоляционный андулис, который там красиво, здорово. Но дальше запенено окно. Дальше идет сама рама окна и само, собственно, окно. Вот вопрос. Чем у них будет закрыта вот эта пена? А это в мостик холода. То есть пленка должна быть не заведена под эту самую, а она должна быть оставлена. Срезана пена. Сверху наложена пароизоляция. И дальше проклеена к раме окна скотчем пароизоляционным. Вот у них в обводе всех дверей и всех окон в конечном итоге будет мостик холода. То есть если вы пройдете потом, промеряете как-то зимой тепловизором, скорее всего, там будет вот вокруг окна вот такая вот просто история. Почему? Просто пароизоляция. Пароизоляция как бы не будет, она не закрывает вот этот вот обвяз окна. Печь. Вот такая классная. А где она будет смонтирована? Куда ее поставите? Пока еще не говорили, да, куда? Потому что здесь я вижу, ну, дымоход однозначно будет. Он тут и есть. А это не открывается тут ничего, да? Здесь можно только наблюдать красивый вид на соседние участки. И у нас еще вот здесь есть, да, выход. Классно. А еще в какое-то помещение можно пройти, что-то никому не помешать, показать? Ну, вот эта комната здесь. По-моему, туалет будет. Вот здесь туалет будет, ну да. Вот у нас, соответственно, инсталляция. Гиберит. Палеточка тут беленькая такая, красивенькая. Так, это жилые комнаты. Это у нас, соответственно, приходит. А вот это кухня, да? Нет, это тоже. Тоже комната. Комната. А, вся комната, кухня, получается, вот там будет. Кухня-гостиная. Вентиляция. Это еще один санузел. О, а здесь, друзья, сауна. Вот это у нас осиновая вагонка. Изоляция. Слушайте, класс. Плитка красивая, мне нравится. А вот здесь такой спуск вниз. Вот они, трапы. Хорошие, кстати, трапы. Для того, чтобы вода туда уходила. И не было никаких луж. Окна века, кстати. Вот видите, наклеечку не сняли. Теперь мы знаем, кто производитель. Вот здесь можно было либо стекло сразу брать матовое, либо надо наклейку, конечно, клеить, чтобы... Если кто-то идет, не видел у вас тут голову внутри. Ну, это делает вкусы каждого. Сюда можно, да, зайти? Не помешает. Здесь тему туалет. А, ну здесь тоже туалет. Здесь уже комната, да? Да, тоже комната. Можно зайти показать? Ну, да. Вот она, жилая комната. Здравствуйте. Слушайте, круто. Тепло, небольшая по площади. Вентиляция есть. Что порадовало, на самом деле, в этом доме, то, что я увидел, это наличие системы вентиляции. Причем она сделана очень правильно и очень хорошо. Ну, по крайней мере, то, что я увидел. Ой, как от вас вкусно костром пахнет. Сразу шашлыка захотелось. Это, по-моему, после парилки сюда заходит. А, после парилки сюда? Да. Слушайте, вот здесь тоже какие-то ниши, если я вам вижу. Знакомые. Грунтовка. А для чего она вам здесь? Ну, это для стен. А, вы грунтуете, а потом уже плитку клеите. Все, я понял. Вот у нас, да, несущий ригель для второго этажа. Получается, вот он, огромный, огромный второй свет. Здесь у нас, наверное, сколько? По 30 метров, да? И одна комната наверху. Вот такой, друзья, дом. Спасибо вам большое за экскурсию. Надо бежать. О, как раз дождик начинает идти меньше. Спасибо. Блин, красота. Когда нет машины, вообще тихо, хорошо. Слушайте, ну, общее впечатление, конечно, друзья, двоякое. Ну, во-первых, конечно, мне бы не хотелось, чтобы в моем доме жили рабочие, это раз. Второе, мне бы хотелось, чтобы его за мои деньги строили качественнее. Ну, здесь, соответственно, все упирается в цену. Если мы хотим колбасу за 100 рублей, целый килограмм, то, соответственно, там не будет мяса, мы должны это понимать. Каркасный дом один из самых недорогих, но самый сложный по технологии возведения. Дома очень классные, хорошо продуманные, хорошо нарисованные. Каркасный дом настолько технологически сложен по исполнению, что любую мелочь нужно соблюдать в обязательном порядке. Меня удивило, что весь каркас собран на металлических уголках. Я так понимаю, ребята хотели добиться более жесткой конструкции за счет уголков. Они пытаются даже сделать лучше, чем вот как это должно быть. Но у них это не... Есть нюансы. Крепежное изделие крепится, так называемым, якорным саморезом. Якорным крепежом, либо якорный гвоздь, либо якорный саморез. Называется он шуруп для крепления металлических пластин. Соответственно, теплопроводность уголка гораздо выше, чем у дерева, либо у минваты, которая будет использоваться. Мне кажется, что на самом уголке зимой будет собираться конденсат. Вот между уголком и ватой будет конденсат. Постоянно. Со временем начнется, скорее всего, образовываться плесень. Вот в этих местах уголков, где стоят уголки, не будет плотного примыкания минваты к дереву. Любые металлические крепежные пластины в России крепятся обычными саморезами и гвоздями. Нельзя этого делать. Нельзя. Да, этот якорный крепеж, конечно, стоит денег. К сожалению, он достаточно дорогой. Но вот где стоит этот уголок, там будет конденсат. 95% из 100%. И этот конденсат будет подмокать, вот эта вата будет. Она будет подмокать зимой, она будет промерзать, будет образовываться лед. Обратите внимание на асфальт по весне. Что делает лед с асфальтом? Вот это он будет делать в вашем утеплителе зимой. Да, и вот эти места начнут у вас постепенно, потихоньку промерзать. Ну вот это, конечно, называется безалаберное отношение к чужому. То есть это кто-то купил, оплатил, а они, соответственно, оставили, не накрыли. И все это, друзья, мокнет. Да, вот они, получается, между стойками проложили утеплитель. При этом, смотрите, здесь там одно расстояние. То есть, видите, вот дерево уже пошло, в принципе. Оно могло пойти либо из-за того, что размер немного не тот, и его просто вытерло. Потому что, видите, здесь совсем другое. Ну, такое все, конечно. Здесь вот вода попадает. Ну, тут по-другому и не может быть, чтобы она не попадала. Ну, вот они гвозди, обычно цинкованные гвозди. Здесь у нас вот такой верстачок сделан у строителей. Расстояние здесь у нас 15 сантиметров на глаз. Нет у меня с собой измеряющего прибора. Так, я бы хотел посмотреть, что тут за плотность. Видите, ничего не закрыто. То есть, вот, ну, а влагу набирает очень хорошо материал. Потом он подсохнет, и они его, соответственно, применят. Нужно понимать, что любая базальтовая минеральная вата является утеплителем, который при набирании, замерзании и высыхании теряет свои теплоизолирующие свойства. Так, где бы найти коробки. Это специальная лента для пароизоляции. Вот это, кстати, круто. Это очень круто. Мастику какую применяют. Густик. Из полимерной, полимерный эластичный герметик. Окна уже смонтированы. Ну, да, все, видите, на скобах. И, видите, тоже, да, вот момент. Когда у вас получается вот такого, сейчас поближе, чтобы было видно, вот такая шляпка, до конца вы никогда не дожмете. Потому что диаметр вот у изголовья этого системы крепления, этого самореза, он, соответственно, больше, нежели чем диаметра в Г-образной пластине. Соответственно, что проходил, диаметр должен быть одинаков. Ну, а что говорить, дом на продажу, они не сами в нем будут жить, а будут, соответственно, вам. Не то, что продавать, уже продали, уже кто-то, друзья, это купил. Да, вот они. Вот он, обычный стандартный крепеж. 4,40 мм получается у нас обычный саморез. Большой ключ, что он не заржавеет, а мы эти гвозди били, дерево все замены. Так, вот еще у нас тут материал мокнет. Что это у нас такое? Это у нас, друзья, трехслойная диффузорная пленка для скатных крыш с плоской полной теплоизоляции стропил. Монтируется на сплошной настил или утеплитель, сначиная интегрированной самоклеющейся лентой. Это вот она. Вот, кстати, вот такие элементы. Здесь, кстати, застройщик применяет достаточно недешевое решение. Но, например, мне лично не очень нравится решение самой этой системы. Здесь можно было в объеме. Вы такой большой разницы не будет, какого-то огромного прироста, если использовать нормальный хороший материал. Ну и, конечно, у меня тут еще есть вопросы ко многим конструктивным элементам. Ну, это все уже останется, друзья, на совести застройщика. Ну, вот видите, да, щели вот такие. Как считаете, может ли быть в нормальном, хорошем доме вот такие щели? Да не должно их быть, конечно. Все должно быть ровно, красиво, без каких-то либо щелей. Вон, смотрите, вот здесь, видите, вбили, а сюда он в гвоздь, значит, вот так и строят. У вас, получается, щель между двумя досками, там нет утеплителя. У вас, получается, воздушная прослойка. Воздух является, конечно, сам по себе хорошим утеплителем, но воздух не задерживает холодный, он не цепляет, он не останавливает холодный воздух, он не может его остановить. А, соответственно, там у вас дырка, у вас будет идти холод. Чем лучше вы утеплите дом и чем более правильно вы сделаете пароизоляцию, тем меньше вы будете платить за отопление. До 50% может быть разница. Так и строят ваши дома. Ладно, пошли позвонить застройщику. Звоним застройщику и узнаем все интересующие у нас информации. Вообще, послушаем, что он обычно рассказывает своим клиентам. Я, когда начал искать какие-то отзывы об этой компании, я начал читать о компании. Написано, что имя известно всем, кого интересует загородная недвижимость. Это не только Северо-Запад России, фирмы со штаб-квартир в Санкт-Петербурге. Занимается по Волжи, Тарстану, Ульяновской, Самарской, Южно-Краснодарский край, Республика Крым. Друзья, я из Краснодарского края. Я эту компанию здесь увидел первый раз. Я, знаете, вот это, когда всегда читаешь, человек, который в этом работает, я, да, это я понимаю, это обычный маркетинг. То есть, никто никуда ничего не отгружает, навряд ли, я не верю. В общем, своего хватает, нафига им какие-то что-то заказывать здесь у нас. Вот смотрите, написано, что это 18-летняя история успеха, коммерческого успеха компании и личных успехов ее клиентов. Вот для меня, например, коммерческий успех компании, я понимаю, продали, заработали баблов, заснули в карман, все супер, пошли работать дальше. Успехов ее клиентов, в чем успехи? В арсенале более 180 построенных домов. Ну вот смотрите, первое, 18-летняя история. Извините, друзья, но если бы вы зашли бы в интернет, набрали бы вот этот Саджева групп, отзывы, то там бы все пестрило бы отзывами. Нифига, отзывов нет. Я нашел отзывы за 16-й год негативные, и на Яндексе есть 20-й год, там про их офис. Три отзыва, это ни о чем. Нет у них такого багажа, портфеля, опыта и знаний, как они говорят. Сайва Констракшн, все действующие. Дата регистрации, 12-й год. 12 минус 21, сколько будет? 9 лет. Это только организация компании, а сколько они строят, может они еще 2-3 года строят. В 16-м году первый я нашел негативный отзыв, может они 16-го только начали строить, а контора просто мертвым грузом висела. Самое интересное, что у застройщика, вот здесь, уставной капитал 10 тысяч рублей. Я в жизни не доверю строительство дома юрлицу, у которого уставной капитал 10 тысяч рублей. Если они накосячили, и я буду судиться, у них нет никаких активов, 10 тысяч рублей. Значит, я вижу, что руководитель организации это Григорьев Александр Владимирович и учредитель стопроцентный Алюшев Ренат Джамилевич. Нажимаем на Джамилевича и смотрим. Он учредитель в 9 организациях. Сайва Констракшн, ДНП, Ромашевские дачи, ДПК, Тихая Ладога, много чего ликвидировано. Сайва Хоум, Тихая Ладога, бла-бла-бла. Уставной капитал 10 тысяч рублей. На моем сайте andreartemov.ru я, соответственно, собрал для вас, вот они. Здесь большое количество очень интересных, правильных и нужных госресурсов, и не только госресурсов, для того, чтобы проверить недвижимость, дом, дачу, стоимость коммунальных услуг и много-много-много чего другого. Алло. Добрый день, это Лес и Пляж. Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня Андрей зовут, а вас как зовут? Меня Ренат зовут. Ренат, очень приятно. Ренат, подскажите, вот я проезжал мимо, там подошел, смотрю, у вас там реклама, там поселок такой прикольный, домик мне там один понравился. У вас очень красиво все смотрится. Вот сколько такой дом стоит? У вас там их несколько, одни я видел, там недостроены еще в строительстве идет, а один такой уже там готовый по фасаду, по крайней мере. Вот смотрите, если речь идет о стартовом модуле, на акционном участке, 7 миллионов 740 тысяч. Стартовый модуль это 135 метров квадратных. Это вот то, что у вас там уже готовый один стоит, да, по фасаду? Готовый стоит модуль М6, он 170 метров. Он стоит порядка... Вот мне он понравился, потому что там больше у вас в живую ничего нет, а вот этот такой интересный мне понравился. Все центральное. Канализация, электричество, вода. Все цена, которую я вам озвучил, она включает в себя подключение дома к сетям. То есть они идут не на границу участка, а прямо вот как бы заходят вам в дом. Так, а газа там не будет, да, я понимаю? Нет, газ будет. Газ и интернет оплачиваются отдельно. Интернет стоит 25 тысяч, газ стоит 350 тысяч. Почему у нас скрытая водосточная система, руки финская такая? То есть там все как положено. То есть просто водосточная система у вас за фасадом. Она не наружная, она скрытая. Он через труба идет, вот на эту, по-моему, на дренаж. Он там, вот, дренаж. Через труба на дренаж идет. А с канализацией что там? Да, с канализацией. Как в квартире, как в городе, да. А дома, получается, это счетовые дома, я правильно понимаю или нет? Мы сами производственники, это стандартные каркасные дома в премиальной комплектации. А какая гарантия у вас на дом? Ну, по закону, там, на основные конструктивные вещи, там, гарантия 5-10 лет. Ну, как бы на основные, вот там. Так, просто 5-10 лет, 10 лет, это на что гарантия? Это на конструктив. То есть на каркасы. На конструктив, что как. Ну, смотрите, есть просто гарантия, там, на строительные ремонты, на плитку, на окна, там, на двери. Она, гарантия, по-моему, 24 месяца по договору. А на основные всякие элементы, вот, несущие, всякие балки клеенные и прочее, прочее, там, расширенная гарантия идет до 10 лет. Что вы имеете в виду, может пойти не так? Он там развалится, не знаю, весь в трещину будет или что? Да нет, ну, условно. Мы же вы спросили по гарантии, я вам отвечаю, что, там, маркетингу, можно сказать так, мы даем гарантию, там, на 50 лет, вот. Ну, а дальше, там, идет вопрос эксплуатации. Правильно вы его эксплуатируете или нет? У нас просто монолитная плита не льется, а потом отдельно вы уже делаете, вы уже делаете теплую, ну, вот эту вот стяжку, она делает и потом уже. То есть это не в плите. То есть мы делаем просто монолитную плиту, 250 миллиметров, и на нее ставится дом. А дальше уже вы можете делать как-то разводку инженерных систем, электричество и теплым полком. Нет, я вот у вас, если дом покупаю, это же вы будете делать или это мне нужно еще отдельно? Да, мы можем все это сделать, просто это не входит в стоимость. Мы вот инженерные системы, разводка и все прочее, это ведет отдельным допом. Вот видите, друзья, что получается, что вот видишь красивую картинку, а начинаешь и понимаешь, что они просто тебе, грубо говоря, коробку построили и все. Вот сейчас будем, кстати, перезвонить, надеюсь, через 10 минут. В стоимость входит участок, все коммуникации, центральный водопровод, магистральный газ, электричество, городская канализация. Но за газ, он сказал, нужно платить отдельно. Все центральное. Канализация, электричество, вода. За счет собственного производства компании Сайва Делопмент удалось добиться низкой цены и высокого качества изготовления нашей продукции. Смотрите, без инженерных систем, без чистовой отделки дом стоит 10,5 миллионов рублей на участке 27 у леса. Вот дом 160 метров. По поводу инженерки и отделки, это где-то процентов 20-25 от стоимости контракта. Это минимум, если отделка не представляет из себя что-то там типа венецианской штукатурки. Ну, в общем, вот можете 25-30 процентов от стоимости контракта накинуть на лестницы, на освещение, на инженерку. Ну, в общем, под ключи 13,5 миллионов получится. Ну да, это такая реальная цена. За эти деньги можно построить домик у нас и начать в него завозить мебель. Ну, или там взять раскладушку и переночевать. Хорошо. А как быстро вы его строите? Мы строим основной, вот, значит, 4,5 месяца строится основной, ну, как сказать, основной подряд. То есть фундаментная плита, дом, стены, кровля, фасады, окна. Значит, инженерные системы и чистовая отделка порядка еще двух с половиной месяцев. Какой вы, кстати, утеплитель там применяете? КНАУФ 37-й. То есть там ваши же специалисты сейчас там внутреннюю отделку делают, я правильно понимаю? Да, 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 да. За 7 месяцев вам дадим дом с инженеркой и с, там, ну, там, предчасовой отделкой, назовем это так. Смотрите, еще вопрос. У вас тут написано технический надзор на всех этапах строительства. Это кто-то от вас там ходит, дом проверяет? Да, технадзор от, как бы, от заказчика. Мы являемся заказчиком строительства по договору. И у нас есть технадзор, который актирует этапы, подписывает акты скрытых работ по утеплению, по армировке, ну, по всем этапам. Либо есть технадзор от заказчика, вы можете пригласить технадзор, и мы его будем, ему будем сдавать дом на всех этапах. Слушайте, вот я сейчас открыл модуль один, а тут написано, что магистральный газ уже в цене входит, а вы сказали, что это отдельно нужно платить. Ну, вот газ не входит, там, значит, просто какая-то некорректно отображена информация. У нас газ и интернет, они идут в одной. Да, они идут отдельно. Поселок имени Морозово, там есть детский садик мы строим, а школа, она у нас поселковая. На сайте одна информация, то другая, здесь написано 18 лет компании, соответственно, там мы видим, что в 12-м году только компания одна из зарегистрирована, других нет, и убитых компаний нет, которые было бы уже 18 лет. В инстаграме там 20 лет успеха у них написано, ну, в общем, это маркетинг, это просто обычный маркетинг. Нас заставляют поверить, что это есть продукт, но на самом деле ничего, друзья, такого нет. Мы даем вам сводный план инженерных сетей, когда подписывается договор с управляющей компанией. Когда видишь красивую картинку, приезжаешь и видишь этот прекрасный красивый фасад, ты не строитель, ты не вникаешь, ты в этом не особо разбираешься, и тебе все нравится, и ты готов заплатить вот эти 13,5 миллионов рублей за дом с участком. И вот с последующими возможными проблемами, которые вас будут ожидать. Соответственно, я рекомендую нанимать свой технадзор. Должен быть у вас свой личный, ваш человек, который никаким образом не связан с застройщиками, вообще все равно на него. Пришел, посмотрел, принял, либо не принял работу, сделал какие-то замечания, сообщил вам, и все до следующего раза. Потому что вот из, друзья, вот таких мелочей складывается в дальнейшем ваше благополучие жизни в таких домах. Можно построить дешевле, качественнее, в соответствии со всеми строительными нормативами. Я уверен, вам был очень полезен этот ролик. Обязательно поставьте лайк, поделитесь ссылкой, оставьте свой комментарий. Ну а я с вами, друзья, не прощаюсь. И, как обычно говорю, до скорой встречи! А, да, чуть не забыл. Сто процентов мой ролик посмотрят господа строители. Если у вас есть вопросы, вы считаете, я где-то что-то не так сказал, или Игорь обманул кого-то, звоните, мои номера все открыты. Я с удовольствием еще раз приеду, посмотрю не только ваше строительство, но мне бы еще и хотелось посмотреть ваше производство. Потому что кроме одного цеха, на котором нет никакого оборудования, я больше ничего не видел. Все, друзья, до следующей встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok